Беседа 34, Бытие 13.14 Вчера узнали мы возлюбленное об изумительном, смиренно-мудрее патриарха. Видели его чрезвычайную кротость. В самом деле, немаловажным было делом, что старец, совершивший столько добрых дел, удостоившийся такого благоволения от владыки всяческих, оказал юноше и племяннику такую из своей стороны честь, что уступил ему даже первые места при выборе земли. И сам взял худшее, и все сделал, чтобы только прекратить ссору и устранить повод к распри. Ему-то все мы постараемся подражать, и не станем никогда превозноситься над ближними. Немного думать о себе, но с великим, смиренно-мудрем будем уступать другим, и поспешим уничижать себя и в поступках, и в словах. Не будем враждовать даже против тех, кто оскорбляет нас. Хотя бы это были и облагодетельствованные нами. В этом-то и состоит самое высокое любомудрие. Не будем так же раздражаться обидами. Хотя бы досаждающие нам были и хуже нас. Но станем укращать гнев других своей кротостью и тихостью. Подлинно нет ничего сильнее ее, нет ничего могущественнее. Она вводит душу нашу в постоянный мир, заставляя ее стремиться к нему, как бы в пристань, и таким образом служить для нас источником всякого успокоения. Потому-то и Христос, предлагая божественное свое учение, сказал, «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Действительно, ничто так не доставляет душе спокойствия и тишины, как кротость и смиренно-мудрие. А для стержавшего это благо, оно дороже всякой диадемы, полезнее всякого блеска и славы. Что в самом деле может быть блаженнее человека, свободного от внутренней брани? Пусть мы вполне пользуемся внешним миром и услуживостью ближних. Но если внутри нас от возмущения помыслов возникает шум и буря, то нет никакой пользы от внешнего спокойствия. Подобно тому, как нет ничего жалче того города, который хотя и огражден бесчисленными стенами и окопами, но терпит измену от обитающих внутри его. Итак, об этом-то прошу, позаботимся прежде всего, как бы нам сделать душу свою безмятежную, привести ее в мирное состояние и быть свободными от всякого неприятного чувства, дабы и самим нам наслаждаться совершенным спокойствием и с ближними нашими быть в согласии. В том-то ведь особенно и заключается отличительное свойство разумного человека, чтобы быть скромным, кротким, снисходительным, смиренным, пихим, не водиться и не увлекаться рабски гневом или другими страстями, но разумом побеждать внутренние беспорядочные движения, охранять свое высокое достоинство и не унижаться по беспечности, но зверского до зверского состояния бессловесность. А чтобы знать тебе, как велика сила кротости и смиренно мудрее, и как эта одна добродетель могла того, кто преуспел в ней совершенно сделать достойным незреченных похвал, «Послушай о прославлении блаженного Моисея и о венце, который сплетен ему за эту добродетель». Моисей, сказано, был кратчайший всех человеков на земле, числа 12.3. Видишь, какая великая похвала! Она поставила его наравне со всем родом человеческим, или лучше сказать, выше всего рода человеческого. Тоже говорит Писание и о Давиде. Вспомни, Господи, Давида и всю кротость его. Этот добродетель и патриарх Авраам стяжал еще большее против прежнего благоволения свыше и сделал со своей стороны, что мог, удостоился за это больших благ от человека-любивого Бога. Это вы увидите, когда мы предложим вам продолжение вчерашнего слова и объясним вашей любви, что было уже прочитано из Писания. Когда патриарх с великой кротостью уступил Лоту высшие места и, предоставив ему право выбора, охотно взял худшую часть, лишь бы только прекратить распрю, смотри, какую тотчас получает он награду от Бога, и как Бог по великой щедрости своей удостаивает его еще большего воздаяния. Таков наш владыка. Едва он увидит, что мы пожертвуем чем-нибудь малым, как уже и дает нам со своей стороны богатое вознаграждение. И такую и является щедрость, которая безмерно превысходит наши заслуги. 364. И поступает так он со всеми нашими приношениями. Что, скажи мне, ничтожнее двух лепт? Однако и Бог сделал то, что вдовица, положившая две лепты, доселе прославляется за это во всей Вселенной. И что, говорю о двух лептах, если кто подаст жаждущему стакан холодной воды, то и за это Бог предназначает великие награды, так как Он творящим добродетель, венцы дает всегда, судя по расположению их сердца. Тоже, как всякому известно, делает Он в отношении к подвигу молитвы. И если он увидит, что кто-нибудь приближается к нему с усердием, тотчас скажет ему, еще ты говоришь, а я скажу, вот я. А если человек покажет продолжительную настоятельность, то и Бог прошение его исполняет с великою любовью и горячей ревностью. Да и прежде еще исполнение прошений похваляет и венчает его. Так именно и сделал Он с Хананьянкою. Когда увидел Он ее усердие и великое постоянство в мольбе, то сначала одобрил ее и увенчал, так сказать, похвалами, и сделал известной для всей Вселенной. А потом уже и прошение ей исполнил с великой благостью, сказав, о, женщина, велика вера твоя. Он потом прибавил, да будет тебе по вере твоей, как ты хочешь. И если бы мы захотели пересмотреть все подобные примеры в Божественном Писании, то везде увидели бы великую и щедродательность Господа. В этом-то совершенно уверенный и знает, что кто уступит меньшее, тот получит большее. Патриарх, как вы слышали вчера, уступил Лоту лучшую часть, а себе взял худшую, чтобы и устранить повод к распри, и показать собственный добродетель, и водворить мир во всем доме своем. Но посмотрим из нижнего чтения, какие получает он от Господа награды за такую свою кротость. И сказал Господь Авраму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки». Смотри, как близок промысл Божий, и как скоро воздает Господь праведнику. Так как Божественное Писание хочет показать нам, какой наградой удостоился патриарх от человека, любивого Бога, за столь великое свое смиренно-мудрее, то сказав, что Лот отделился от Аврама и ушел в землю, которую он выбрал себе как самую лучшую, оно тотчас и прибавило, и сказал Господь Бог Авраму. Далее, чтобы мы удостоверились, что Господь точно говорит это Авраму, в награду за его поступок с Лотом, Писание прибавило и сказал Бог Авраму после того, как Лот отделился от него. Как бы говоря ему прямо такими словами, «Ты по великой кротости уступив племяннику лучшую землю, показала землю крайне смиренно-мудрее, и столько позаботился о мире, что решился на все, лишь бы не было между вами никакой ссоры, прими же за это от меня щедрую награду». Видишь, что награда гораздо выше заслуги его Аврама, и человеколюбивый Господь начинает с тех же слов, каких патриарх сделал уступку Лоту, «Ибо всю землю, которую ты видишь в тебе, дам я и потомству твоему навеки, и сделай потомство твое, как песок земный. Если кто может сосчитать песок земный, то и потомство твое сочтено будет». Смотри, здесь как необычайная велика щедрость Божия. «Ты, — говорит Бог Авраму, предоставив свободу выбора племяннику, уступил ему ту землю, какую он вздумал выбирать, а сам взял остальную. Я же показываю такую щедрость, что всю землю, на которую простираются взоры твои во все стороны, к северу, югу, к востоку и западу, всю эту землю, которую ты видишь, отдам тебе, и не только тебе, но и семени твоему до века». Видишь щедрость, достойной благости Божией. Видишь, сколько патриарх уступил и чего за это удостоился. Поучимся отсюда показывать великую щедрость и милостыни, чтобы, давшей немногое, удостоиться великих наград. В самом деле, скажи мне, какое тут равенство дать немного денег и получить оставление грехов, напитать алчущего и удостоиться дерзновения в тот страшный день суда, и услышать слова, стоящие царство, «Ялкал я, и вы дали мне есть». Разве тот, кто явил тебе такую щедрость, не мог сам удовлетворить требованию и этого алчущего, но наставляет его бедствовать в нищете для того, чтобы и он стяжал великую награду за терпение, и ты, милостынью, приобрел себе дерзновение. Видишь, в человеколюбии Господа, как он все устрояет к нашему спасению. Итак, когда подумаешь, что бедный, борясь с нищетой, и стаивает от голода, ради тебя и твоей пользы, не проходи мимо его без сострадания, но будь верным распорядителем того, что тебе вверено от Господа, чтобы удовлетворил нужде бедного, и сам ты снискал себе свыше великое благоволение. Прославь и Господа своего за то, что он ради тебя и твоего спасения попустил этому человеку жить в бедности, чтобы ты мог найти для себя способ и грехи свои очистить, и благим употреблением веренного тебе от Господа заслужить те похвалы, которые превосходят всякое слово и понятие. Ведь ты услышишь, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Помышляя об этом, будем смотреть на бедных, как на благодетелей, как на таких людей, которые могут доставить нам средства ко спасению. Будем подавать им милостыню со щедростью и горячим усердием. Никогда не делай неприятного вида преподаяния, но разговаривай с ними весьма кротко и показывай великую снисходительность к ним. Преклони, сказано, к нищему ухо твое, отвечай ему мирно, в кротости, Сирах 4.8, чтобы еще прежде подаяния ласковыми словами ободрить сокрушенную великой бедностью душу его. Лучше сказано доброе слово, чем даяние, Сирах 18.17. Так-то и слово может ободрить душу и доставить ей великое утешение. Итак, будем подавать щедрую милостыню, взирая не на принимающего только, но помышляя о том, кто относит к себе все, что не делается для бедных, кто обещает награду за воздаяние. К нему-то возведи ум, постараемся давать милостыню со всем усердием и щедро сеять, пока есть время, чтобы получить и щедрую жатву, сеющий сказано скупо, скупо и пожнет. 2 Коринфянам 9.6. Итак, не скупой рукой будем бросать эти добрые семена, чтобы в свое время пожать нам изобилие. Теперь время сеяния. Не упустим же его, чтобы в день воздаяния за посеянное здесь пожать нам плоды и удостоиться человека любия Божия. Никакая другая добродетель не может так угасить греховный наш пламень, как щедрая милостыня. Она и грехи наши уничтожает и доставляет нам дерзновение пред Богом и предуготовляет наслаждение неизреченными благами. Но довольно уже сказано к вашему назиданию и в объяснении того, что давая немногое мы удостаиваемся от Господа Большего. Уклонилось же слово наше к увещанию о милостыне по случаю того, как мы сказали, что патриарх, уступив лоту часть земли и даже предоставив ему самую лучшую землю, а себе взяв худшую. За это удостоился от Бога такой щедрой награды, что ему дано Богом обетование, превышающее всякий ум и понятие. Возрев, сказан очами своими и увидел от места, где он ныне к северу и к югу всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Ты, говорит, уступил племяннику часть земли. Так вот, я обещаю тебе всю землю. Мало этого, я обещаю дать ее и семени твоему, и при том до века, то есть навсегда. Видишь, как щедр Господь в благодеяниях. Так как знал Господь, что этого особенно и желал патриарх, и ничто так не укрепит его усердие, то и говорит, я и это сделаю для тебя, что то есть и потомки твои будут пользоваться этой землею и владеть ею всегда. Потом, чтобы Аврам, смотря только на свою природу и старость, так же на неплодство сары, не усомнился в обетовании, но положился бы на силу обетовавшего, Бог и говорит, и сделаю потомство твое, как песок земный. Если кто может сосчитать песок земный, то и потомство твое сочтено будет. Поистине, обетование было превыше естества человеческого. Господь обещал не только сделать патриарха отцом, тогда как столько было препятствий к этому, наедать ему семя столь многочисленное, что оно сравняется с количеством песка земного и даже будет неисчислим. Этим сравнением он хотел показать необычайную великость обетования. Смотри, как человеколюбивый Господь мало-помалу упражняет добродетель праведника. Сказав уже и прежде семени твоему дам землю сию, он теперь опять говорит и семени твоему дам до века и сделай его как песок земный. Между тем обетование пока ограничивается только словами. И много проходит времени между обетованием и его исполнением, чтобы мы узнали боголюбивую душу патриарха и беспредельную силу Божию. Бог намеренно медлит и отлагает исполнение обетований, что получившие обетования, дошедшие до глубокой старости и так сказать отчаявшиеся в исполнении по порядку дел человеческих, тогда-то и дознали опытом и собственную немощь и несказанно великую силу Божию. 368 Посуди же по продолжительности времени протекшего между обетованием и его исполнением о твердости души патриарха, как он, минуя все человеческое, обратил мысль свою к силе обетовавшего и не смущался, не колебался. Вы знаете, что если кто раз и два обещавшись не привел в исполнение своего обещания, мы как-то уже нелегко верим потом его обещаниям. Так и должно быть в отношении к человеку. Но что касается до Бога, который с великой премудростью устрояет дела наши, то когда он однажды даст нам обетование, хотя бы потом возникло бесчисленное множество препятствий, мы, взирая на величие силы его, должны быть уверены, иметь твердое убеждение и помнить, что слово его непременно придет в исполнение. Нет ничего такого, что могло бы когда-либо остановить исполнение его обетования. Он Бог, для которого все возможно и потому направляет обстоятельства куда хочет. Возможно и потому направляет обстоятельства, будучи силен найти путь и в местах непроходимых, и после того, как мы уже отчаялись, подавая нам благие надежды, чтобы мы таким образом яснее познавали безмерное величие его благоустроительной премудрости. Их 17 Встань, пройди по земле сей в долготу и широту ее, ибо я тебе дам ее и потом суд твоему навсегда. Смотри, как Бог всячески хочет возбудить в праведнике живое упование. Встань, говорит, обойди вокруг, посмотри и длину, и широту земли, чтобы узнать тебе обширность земли, которая будет пользоваться и прежде еще обладания ею утешаться уже надеждою. Сколько ты не обойдешь земли, сию отдам тебе, дабы ты знал, что ты уступил племяннику не столько, сколько теперь иметь получишь. Не думай же, будто ты получил худшую часть, когда тот лот завладел по-видиму лучшими местами. Скоро увидишь на самом деле, что немного пользы принес ему выбор лучших мест, да и сам он узнает, какое зло искать лучших мест. А ты теперь же получи награду за смиренно мудрее и кротость, которую показал ты в отношении к племяннику. Прими обетование и узнай всю ту землю, которой ты господин и которую скоро овладеешь ты и семя твое навсегда. И семени твоему сказано до века. Величественно обетование Божие, велико обилие щедроту владыки всех нас. Необычайная награда, какую человеколюбивый и благоутробный Богу даровала тому блаженному и имеющему произойти от него потомству. Услышав это, изумленный несказанной благостью Божией патриарх отселился сказано стих 18 и двинул Аврам шатер и пошел и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. То есть, получив обетование, расставшись с лотом, он перенес твою кущу под дуб Мамриски. Смотри на любомудрое расположение души, смотри на высоту духа, как он патриарх, легко переселяется и не скорбит, переходя с места на место. Ты не увидишь, чтобы им обладала или связывала его привычка, чему нередко подвергаются даже те, которые, по-видимому, уже любомудрствуют и стали свободными от мирских смятений. Как придет время переселиться и перейти в чужую землю, часто и ради духовной нужды. Увидишь, как они скорбят, печалятся и тяготятся перемещением, потому что связаны привычкой. Но не так поступал праведник, нет, он с самого начала, с самых ранних лет поступал мудро, и как странник и пришлец переселялся то оттуда-сюда, то отсюда-туда, и везде старался показать на деле боголюбивое свое расположение. Так едва поселился он под дубом мамрийским, как тотчас же и устроил там жертвенник Господу. Видишь благодарную душу? Едва устроил кущу, как тотчас же вознес ко Господу благодарение за дарованное ему обетование. Да и на каждом месте, где не поселялся, он прежде всего заботился об этом, устроял жертвенник, возносил молитвы и исполнял апостольскую заповедь, повелевающую на всяком месте молиться, воздевая чистые руки. Видишь душу, воскреленную любовью к Богу и за все приносящую благодарность. Он не ждал, пока обетование исполнится, но благодарит за обетование и делает со своей стороны все, чтобы, изъявив благодарность за прежнее, расположить своего Господа к исполнению обетования. Этому праведнику будем подражать и мы. Будем твердо полагать на обетование Божие, и пусть непродолжительность времени не ослабляет нашего усердия, никакие бы то ни было встречающиеся препятствия не колеблют наших помыслов. Напротив, уповая на силу Божию, будем являть такую искреннюю веру, как будто бы мы уже перед глазами у себя имели исполнение обетований. Ведь и нам Господь обетовал великие, чрезвычайные, превосходящие наши понятия дары, разумея наследие Царства Небесного, участие в неизреченных благах, жительство с ангелами, освобождение от гиены. Однако ж не будем не верить этим обетованиям, потому только, что не видим обещанного телесными очами, но помышляя о неложности обетовавшего и великом могущести Его, будем созерцать эти блага очами веры, и, судя по тому, что уже даровано нам, будем питать добрые надежды в отношении к будущему. Для того-то Он и даровал нам многое здесь, чтобы, вразумляемые здешними благами, мы твердо надеялись и на тамошнее. Тот, кто из любви к нам предал Сына Своего, уже ли не дарует нам и всего прочего, как и Павел сказал, Сына Своего, если Он не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним и не дарует нам всего? Если Бог Сына Своего предал за нас грешных, если удостоил нас дара крещения, если даровал нам оставление прежних грехов, если открыл путь покаяния, если для нашего спасения совершил бесчисленное множество других дел, то явно, что подаст и уготованные нам в будущем веки блага. По своей благости предуготовив эти блага прежде, чем мы явились в мир, уже ли Он не даст нам и насладиться ими? А дабы тебе увериться, что Он еще заранее предуготовил эти блага для нас, послушай, что Он Сам скажет к стоящим одеснуя Его на последнем суде. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное Вам безмерную благость, по которой Он явил такую любовь к нашему роду, что еще прежде создание мира уготовал нам наслаждение царствием. Не будем же, прошу, непризнательны, не сделаем себя недостойными столь многих даров, но возлюбим как подобает Господа нашего, и не станем делать ничего такого, что могло прекратить Его к нам благоволение. Разве мы предварили это дело, Он предупредил нас, явил великую и неизреченную любовь к нам. Не странно ли же, не любить и нам, сколько можем, того, кто так возлюбил нас. Он, Господь Иисус Христос, из любви к нам все претерпел с радостью, и, шедший из самых, так сказать, недр отеческих, благоволил принять драк раба, испытать все человеческие нужды, потерпеть озлоблений и бесчестия от Иудеев. Наконец, приял крест и поносную смерть, чтобы посредством веры в него избавить нас, присмыкавшихся по земле и обремененных бесчисленным множеством тяжких грехов. Помышляя обо всем этом, блаженный Павел, пламенно любивший Христа, обтекший как бы на крыльях всю вселенную, старавшийся в теле явить совершенство бестелесных существ, восклицал так. Любовь Христова одержит нас, охватывает. Смотри, какая признательность, смотри, какая высокая добродетель, смотри, какая горячая любовь. Любовь, говорит, Христова объемлет нас, то есть возбуждает, нудит, увлекает. Потом, желая пояснить слова свои, он и говорит, если один умер за всех, то и все умерли. И за всех он умер, чтобы жили уже мы не для себя, но для умершего за них. Видишь ли, как справедливо сказал он, что обдержит нас любовь Христова. Если говорит, Христос умер за всех нас, то умерли того, чтобы мы живущие не для себя уже жили, но для него, умершего за нас и воскресшего. Примем же апостольское увещание, и будем жить не для себя, но для умершего за нас и воскресшего. Но как, скажешь, можем мы жить не для себя? Послушай опять того же блаженного Павла, который говорит, уже живу не я, но живет во мне Христос. Галатам 2,20 смотри, ему видимому. Для того и Господь наш претерпел распятие, чтобы мы эту земную жизнь променяли на ту небесную, или лучше сказать, через эту приобрели себе ту. Ведь настоящая жизнь, если мы бываем бдительны и внимательны, ведет нас к наслаждению вечной жизнью. И мы, если захотим, хотя несколько воспрянуть и отверсти око ума, можем всегда питать себе мысль о тамошнем упокоении. Таким образом, проходить и оставлять без внимания видимое, и устремлять помысл к будущему и вечным пребывающему, как и блаженный Павел в нашем наставлении говорит, а что ныне живу по плоти, живу верою в Сына Божий, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. 371 Вот душа пламенеющая, вот ум воскрыленный, вот сердце согретое любовью к Богу, а что живу, то живу верою, не подумайте, то есть, чтобы я делал что-нибудь ради настоящей жизни, хотя я и облечен плоти и подлежу телесным нуждам, но живу верою во Христа, презирая все настоящее, все оставляя без внимания, по надежде на Него, к Нему устремил я свою душу, о том, чтобы ты узнал всю великость любви Его, он и говорит, живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня, смотри, как безмерно велика его признательность, что говоришь, блаженный Павел, немного прежде ты сам сказал, кто сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, а теперь говоришь, возлюбившего меня и присвояешь себе одному всеобщее благодеяние, да, говорит, хотя им принесена жертва за весь род человеческий, но по любви моей к нему я присвояю себе все, что им сделано, так обыкновенно поступали и пророки, и они говорили, Боже, Боже мой, Солом 21, хотя Бог есть Бог всей вселенной, но любви свойственно относить к себе то, что есть общее достояние, сына, говорит, Боже, возлюбившего меня, что говоришь, уже ли тебя одного возлюбил он, нет, говорит, он возлюбил весь род человеческий, но я так обязан ему благодарностью, как будто бы один я был возлюблен им, и предавшего себя за меня, что же, разве за тебя одного он распялся, не сам ли он говорил, когда буду вознесен, то привлеку всех к себе, да и сам ты не сказал лишь, что он предал себя за всех нас, 1 Тимофея 2, 6, точно так говорит, говоря это я не противоречу себе, но удовлетворяю любви моей, но смотри, он и чему-то другому получает нас словами своими, выше он сказал, что отец за нас всех предал его, сына своего, а здесь говорит, сын предал себя, так он сказал там, чтобы показать единомыслие и равночести отца и сына, и сделать указание на домостроительство спасения нашего, почему и в другом месте он и говорит, быв послушен даже до смерти, во всех таких беседах проповедуя о домостроительстве спасения, а здесь он употребил выражение «предал себя», дабы показать, что сын воспринял страдания добровольно, а не по необходимости и не по принуждению, что претерпел он крест по своему хотению и пожеланию устроить спасение всего рода человечества. Итак, можем ли мы показать соразмерную любовь к тому, кто явил столь богатую любовь к нам, если мы решимся положить и самую жизнь свою за его закон, и для соблюдения данных от него заповедей, и тогда невозможем достигнуть той меры любви, какую он заявил в отношении к нашему роду. Он, будучи богом, потерпел все это за людей, и будучи господом за рабов, и не просто за рабов, но еще за неблагодарных, обнаруживших великую и упорную вражду против него. притом он сам предварил оказать такое благодеяние недостойным и виновным в бесчисленных грехах. А мы что не успеем сделать, ничего не совершим великого, при всех усилиях возблагодарить предупредившего нас столькими благодеяниями. Наши дела любви к Богу, если только они последуют за его благодеяниями, составляют уже некую уплату и долг, а то, что он делает для нас, есть дар и благодеяние и великая милость. Размышляя обо всем этом, возлюбим Христа, как возлюбил его Павел, и не заботясь о настоящем, укореним навсегда любовь к нему в нашей душе, тогда мы станем посмевать всему в настоящей жизни, и на земле будем жить, как на небе, не считаясь здешним, не расслабляясь, не скорбяем и не смущаясь, но минуя все, будем спешить отсюда к возлюбленному Господу нашему, не будем роптать и на медленное застижение небесных благ, но с блаженным Павлом станем говорить и мы, а что ныне живу по плоти, то живу веру и Сына Божия возлюбившего нас и предавшего себя за нас, таким образом и настоящую жизнь проведем беспечально и удостоимся наслаждения будущими благами, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отсутся Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.